Итак, Иосиф Бродский, одаренный ленинградский поэт, оцененный Ахматовой, очень высоко оцененный за свой талант, официальное признание получил чисто по-советски. Сначала его не печатали, в 1964 году его выслали, устроили показательный суд и выслали в Архангельскую область как тунеядца, потому что считалось, что профессия поэта – это не профессия. И дали ему пять лет ссылки. Благодаря вмешательству видных деятелей культуры Бродский был освобожден досрочно и в сентябре 1965 года вернулся в Ленинград. К этому времени был издан за границей первый сборник его стихотворений. В последующие 20 лет его произведения печатались только там. В 1972 году высланный из Советского Союза поэт поселился в Соединенных Штатах Америки. И в 1987 году ему была присуждена Нобелевская премия в области литературы, послужившая поводом для публикации его стихов в советских журналах. То есть всё-таки в Советском Союзе стали его печатать после присвоения звания Нобелевского лауреата. Бродский в Россию так и не вернулся. Но в русской литературе он явление, конечно, уникальное. Его называют современным классиком, потому что его поэзия лишена каких-то особых примет времени. Вот, собственно, и не скажешь, если не знать, в каком году жил поэт или, допустим, написал это стихотворение, то даже не определишь временное какой-то лимит, пространство временное, когда это было написано. То есть это и Древний Рим, то есть такая стилистика. Это и 18-е, и 19-е, и начало 20-го века. Или вообще, как он любил подшучивать, нацатая мартабря. То есть неизвестно когда. Он свободен и в выборе места. Это и Москва, и Ленинград, и Англия, и деревня, заброшенная в болотах, и Рим, и Литва, и земля, и небо, север и юг. То есть самые разнообразные, так сказать, географические направления. И даже ничто и ниоткуда. Он очень любил пользоваться вот такими неопределёнными и отрицательными местоимениями. Пишет он оды, элегии, станцы. То есть станцы – это путевые заметки поэтические. То есть он довольно разнообразен по жанровому признаку. Он считает, что язык диктует поэту, о чём нужно писать. И поэтому, может быть, так часто встречается в его стихотворениях некая анонимность, когда он говорит «совершенно никто появился внезапно» или «некто человек в плаще». То есть у него нет конкретных указаний на лирического героя. «Не ваш, но и не чей верный друг приветствует вас с одного из пяти континентов». Вот так расплывчато и не очень понятно. Вот в стихотворении «Часть речи» он, например, пишет именно так. То есть он приписывает не поэту, а именно языку способность создавать поэтический текст. «Взамен светила загорается лампа. Кириллица грешным делом, разбредаясь по прописи в Крифле, в Косле, знает больше, чем та Сивила о грядущем, о том, как чернеть на белом, покуда белое есть, и после». Не случайен и взгляд на мир с некой такой максимально удаленной космической точки зрения. Таким может видеть пространство сверху вниз лишь птица, ангел, бог, но не человек и не поэт. Собственно, поэт представляет ему дан дар быть переводчиком того, о чём вещает бог. Вот такие вот философские мотивы, они достаточно часты в произведениях Бродского. Ну вот давайте посмотрим на стихотворение к Евгению. Речь идёт о друге Бродского Евгении Рейне, с которым он расстался за три года до написания этого стихотворения. Это стихотворение к Евгению из цикла «Мексиканский дивертисмент». Ну, напомню, дивертисмент – это некий концертный номер, да, какое-то отдельное выступление. Ну вот, посмотрите внимательно. «Я был в Мексике, взбирался на пирамиды, безупречные геометрические громады, рассыпаны там и сям на Тегуан-Тепекском перешейке. Хочется верить, что их воздвигли космические пришельцы, ибо обычно такие вещи делаются рабами, и перешейк усеян каменными грибами. Глиняные башки, поддающиеся подделке с необычайной лёгкостью, вызывающей кривотолки. Барельефы с разными сценами, снабжённые перевитым туловищем змеи, неразгаданным алфавитом языка, не знавшего слова «или». Что бы они рассказали, если заговорили? Ничего. В лучшем случае о победах над соседним племенем, о разбитых головах, о том, что слитая в маску Богу Солнце людская кровь укрепляет в последнем мышцу, что вечерняя жертва восьми молодых и сильных обеспечивает их восход надёжнее, чем будильник». Ну вот, достаточно сложное стихотворение, слабо просматривающаяся рифма, почти верлибр. Верлибр – это стихи нерифмованные, без рифма. Но здесь мы всё-таки видим, да, с вами некое, так сказать, скрепление. Рифмическая правда, оно очень размыто. И здесь в этом стихотворении очень много похожего, например, на стихотворение Державина. Помните, мы говорили с вами о классицизме и Гаврииле Романовиче Державине, у которого есть стихотворение «Евгения, жизнь званская». И у Пушкина Евгений Онегин, обратите внимание, да, тёзки, везде тёзки. В «Медном всаднике» в поэме Пушкина тоже главный герой Евгений. И поэтому у Бродского очень много перекличек вот с этими стихотворениями. Конечно, не так вот, что прямо бросается в глаза, но аллюзия, если внимательно читать, аллюзия, то есть намёк на другие персонажи, то есть из других произведений, конечно, усматривается. И он как бы говорит о невозможности найти, вот лирический герой мечется, вы видите, да, он в Мексике, он примеривается к разным профессиям, он примеривается к разным эмоциям, и он не может свою нишу найти, он не может найти себя. И он не воспевает идиллическую жизнь вдали от городской суеты, а констатирует именно невозможность найти убежище в жестоком и тупом мире. Мотив странствия, вы видите, что он странствует, перекликается с путешествием Евгения Онегина. Вспоминайте в романе Пушкина была десятая глава, мы когда-то об этом говорили, которая посвящена была путешествия Онегина. Но Пушкин ее сжег, остались разбросанные, разрозненные черновики, и литературоведы до сих пор не теряют надежды собрать по крохам, так сказать, эту главу. Так вот, у Бродского явно перекличка с путешествием Онегина, у Пушкина, здесь чувствуется, конечно. Здесь мы видим, что человек мечется, человек не может определиться. У него нет друга, да, он одинок. Друг каким-то образом, так сказать, куда-то исчезает. И, ну, он говорит, что если жизнь бесцельна, если так и не удастся найти свою цель в жизни, тогда, ну что же, да, глаза суждено скормить вороном. Лучше, если убийца убийца, а не астроном. Вообще без испанцев вряд ли бы им случилось толком узнать, что вообще случилось. То есть он делает перекличку с другими произведениями, которые поднимают точно такие же вопросы. Мытарство главного героя. И мы видим в этом стихотворении некое соперничание с классикой. И в этом отношении он действительно перекликается с творчеством Анны Ахматовой, потому что мотивы одиночества и изгнанничества поэта в мире были близки и Ахматовой. И она тоже соперничала с классическими образцами. Не случайно Ахматова и Бродский, что называется, нашли друг друга в понимании своего творчества. И повторю, Ахматова очень высоко ценила творчество Бродского. Иногда Бродский обращается к произведениям не просто классическим, но хрестоматийным. То есть всем-всем известно. Ну, каждый ребёнок в России знает басню «Ворона и лисица». Она изучается в младших классах. То есть это произведение Крылова знакомо всем очень хорошо. Бродский пишет воронью песню, такое стихотворение, которое перекликается вот с этой басней Крылова. Снова пришла лиса с подведённой бровью, снова пришёл охотник с ружьём и дробью, с глазом налитым кровью от ненависти, как клюква. Перезимуем и это, выронив сыр из клюва, но поймав червяка. Извивайся, червяк чернильный в клюве моём, как слабый, которого мучит сильный. Дёргайся, сокращайся. То, что считалось суммой судорог, обернётся песней на слух угрюмой, но оглашающей рощи. Покуда рощи не вернут себе прежние рваные зелёные мощи, знать в холодную пору мёртвые рощи, рта вам не выбирать, и скажите спасибо нам, картавым. Вот это стихотворение «Воронья песня». Самовлюблённая ворона превращается в двойника поэта, против которого ополчились женщина-лиса и охотник, олицетворяющий бессердечную вечность и жестокую власть. Ворона поставлена поэтом в один ряд с символическими образами птиц, обозначающими у Бродского и авторское «я», и поэта. То есть не случайно часто сравнивают невозможность свободы слова для поэта с птичкой, которая бьётся в клетке. Вот эти все ассоциации, они здесь и у Бродского. То есть это и авторское «я», и поэт, и человеческая душа. И поэзия Бродского глубоко укоренена в классической поэзии. В ней можно найти переклички, вот как я уже говорила, с произведениями самых разных течений и традиций. Своеобразие стихотворений Бродского в сочетании разных начал, разных черт. Ну вот давайте посмотрим с вами «Римские элеги». Здесь речь идёт о Риме, вечный город, очаг культуры. И тем не менее, да, с одной стороны, вот эти римские элеги говорят о том, что есть действительно родина европейской цивилизации, город Рим. Есть вообще города, культуры. И, собственно, они спасают вот от того же одиночества, от той же непонятости, от той же отринутости. Когда, так сказать, человеку трудно найти единомышленника. Вот поэтому он и говорит, наклонись, я шепну тебе на ухо что-то, я благодарен за всё. За всё. И вот он, смотрите, он перечисляет, да, казалось бы, так сказать, какие-то бытовые фрагменты. За куриный хрящик, да, то есть, ну, за какой-то там вкусный кусок еды, застрёг от ножниц, уже краящих мне пустоту, раз она твоя. Ничего, что черна, ничего, что в ней ни руки, ни лица, ни его овала. Чем мне зриме вещь, тем оно вернее, что она когда-то существовала на земле, и тем больше она везде. То есть, посмотрите, это посвящено тому, кто открывает для себя мировую культуру, кто впервые делает для себя какие-то выводы, о которых не догадывался раньше. Я был в Риме, был в зале цвета, так, как только может мечтать обломок. На сетчатке моей золотой пятак хватит на всю длину потёма. И таким образом я заканчиваю разговор о творчестве Бродского, напомнив о его тяге к повествовательности, к виртозному владению стихом. Не случайно критики говорят, что они набегают словно волны, несколько монотонные рифмы. Но Бродский всё-таки умел привлечь к какой-то интересной философской мысли читателя. Кстати, он никогда не считал, что лирика должна нести какую-то политическую задачу, быть, так сказать, рупором каких-то гражданских перемен в обществе. Он всегда считал, что поэт служит поэзии ради поэзии. Просто по-другому он никак не может. И, как мы уже с вами упоминали, обилие цитат из других произведений, обилие аллюзий, ассоциаций, реминесценций. То есть всего того, что, так сказать, делает его диапазон очень-очень широким. Ну, так сказать, на этом мы завершаем с вами начатый на прошлом занятие разговор о постмодернистской литературе. И переходим к последней теме нашего последнего занятия. Это авторская песня или, как её ещё называют, бардовская песня. То есть бард – человек, который сам сочиняет и стихи, и музыку к ним, и сам же, как правило, исполняет. Поэтический бум времён оттепели, всплеск интереса к поэзии, к лирике, нашёл выражение, явление, которое как раз и назвали «авторская песня». Название это условно подразумевает поющих поэтов, сочетающих в одном, так сказать, всё, да, и процесс сочинительства музыки и стихотворений, и какую-то исполнительскую манеру. Но всё-таки почему мы на занятиях по литературе говорим об авторской песне? Потому что всё же это очень интересное явление в поэзии, поскольку доминантой в авторской песне всё-таки является стихотворный текст. А ему уже подчинены и музыка, и манера исполнения. Поэтому словесная сторона принадлежит области художественной литературы. Авторская песня стала общественным движением 50-х-90-х годов 20-го века. Существует она и сегодня, конечно, но пиком развития стали именно годы оттепели, когда в противовес официальной советской песне чуть не вся страна слушала и пела песни неофициальные, соответствующие духу времени, духу романтики, ну, какому-то воздуху свободы. Песни обычно простые по мелодии, но, как правило, очень глубокие по смыслу. Вот поэтому мы и говорим о исполнителях авторских песен именно как, в первую очередь, как о поэтах. Это Булата Куджава, это Александр Городницкий, это Александр Галич, это Новелла Матвеева, это Юрий Висборг, Евгений Клячкин, Владимир Высоцкий, Юлий Ким. Их много, то есть перечислять можно долго. Они поются и сегодня в дружеских компаниях, у костра, в походах, в геологической экспедиции, ну, в неформальной обстановке. Эта неформальность авторской песни составляет её главную притягательную силу. Авторская песня обращена к каждому, и она про каждого. И поэтому её, ну, вот скажем так, интимность, она не противоречит массовости. И массовость проявилась, сформировавшаяся стихийно, вот в таком вот движении авторское или самодеятельное, как её ещё называли, песни. И демократичность этого явления выразилась в том, что очень многие совершенно не поэты по профессии стали пробовать себя в качестве авторов и находили таким образом способ самовыражения. И широкое распространение авторской песни сделало её образцы, ну, поистине народные. Обратимся к творчеству одного из основоположников авторской песни, к песням Булата Шаловича Акуджавы. Он стоит у истоков движения вот этой бардерской авторской песни. В 1942 году, не окончив школы, он ушёл на фронт, поэтому, наверное, так много места занимала в лирике его тема войны, человек на войне. И война, она, собственно, не выпадала из его песни никогда. То есть антивоенный пафос, он был пронесён Булата Акуджавой через всё своё творчество. Ах, война, что ты сделала подлое, стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли. За солдатом солдат. До свидания, мальчики, мальчики. Постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими. Не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите. И всё-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлое сделала? Вместо свадеб разлуки и дым. Наши девочки платьицы белые раздарили сестрёнкам своим сапоги. Но куда от них денешься? До зелёные крылья погон. Вы наплюйте нас, плетников, девочки. Мы сведём с ними счёты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идёте войной наугад. До свидания, девочки, девочки. Постарайтесь вернуться назад. И мы вот с вами видим, да, вот этот рефрен. Мальчики, мальчики, да, девочки, девочки. Постарайтесь вернуться назад. Как заклинание, как надежда на то, что судьба этих молодых будет к ним мягкой, да, то есть не закончится всё трагически. И мы понимаем, что, так сказать, вот эта стихотвория, эта песня очень милая, да, очень душевная песня, когда слёзы наворачиваются на глаза. Эти песни, они созданы в традиции городского романса. Они обычно тихие, часто грустные, лиричные, мелодичные, наполненные добротой, сочувствием и милосердием. Но, разумеется, творчество Булата Шалвовича очень с широким диапазоном. И вот посмотрите на ещё одну песню, но мы её, естественно, воспринимаем как стихотворение, как, в первую очередь, текст «Полночный троллейбус». Написано это стихотворение в 1957 году. И эту песню можно назвать лирической балладой. Посмотрите, она действительно поддерживает, да, она действительно, вот как это не метафорично звучит, протягивает руку и отдёргивает от бездонной пропасти, куда может быть готов шагнуть отчаявшийся человек. Когда мне не в мочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, в случайный. В полночный троллейбус по улице мчи, верши по бульварам кружения, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушения, крушения. В полночный троллейбус мне дверь отвори, я знаю, как взябкую полночь твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. В полночный троллейбус плывёт по Москве, Москва, как река, затухает, и боль, что с кворчонком стучала в виске, стихает, стихает. Ну вот мы видим, да, что вот такое грустно-эллигическое стихотворение всё-таки имеет добрый финал, да, боль всё-таки у лирического героя стихает, потому что, войдя в полночный троллейбус, он понимает, что он не один, что рядом пассажиры, которые волею обстоятельств так же поздно вынуждены возвращаться домой. Что, так сказать, их заставило так поздно закончить свой день, да, работа, какое-то несчастье, какую-то помощь, какая-то помощь, которую они оказывали другому. И вот позитив этих людей, сознание того, что ты не один, заставляет сердце биться ровнее, заставляет вспомнить, что после чёрной полосы случается белое, и таким образом мы видим, да, вот такой жизненный позитив, жизнеутверждающий финал стихотворения. Конечно, много таких песен, например, давайте восклицать друг другу, друг другом восхищаться, высокопарных слов не будем отрицать, давайте восклицать друг другу комплименты, поскольку это жизнь, высокие моменты. Ну и вот давайте посмотрим ещё одно стихотворение с посвящением Цибулевскому другу Пулата Акуджавы. Посмотрите, значит, о чём идёт речь в стихотворении. Ну вот почитайте сами, вы видите тоже много повторов. Вот рефрен «На фоне Пушкина снимается семейство, на фоне Пушкина и птичка вылетает». Так, вот посмотрите, да, прочитали стихотворение. «Мы будем счастливы благодарение снимку», о чём, в общем-то, идёт речь. Его тема целиком раскрыта в заглавии. Вот на фоне Пушкина снимается семейство. «Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину. Люди фотографируются на фоне памятника, охваченные любовью к великому поэту. Объединённые, сроднённые, так сказать, на веки вечные. Одно только прикосновение к Пушкину вернуло им прежнюю детскую веру в торжество добра, в разумность мира, даже в то, что из объектива фотоаппарата обязательно вылетит птичка». Да, вот такая детская вера, когда ребёнку, как правило, фотограф об этом говорит, требуя некой его сосредоточенности и внимательности. И в это детское чудо готовы верить и взрослые. Хотя очень может быть, что заезжие любители фотографироваться и не ощутили себе какой-то внутренней причастности к Пушкину, что им больше импонирует просто торжественный памятник. То есть тот факт, что вот они были на Тверском бульваре, что они были в Москве. Но ведь и поэт обратился к ним не для того, чтобы доискаться, как было на самом деле. Речь идёт о том, что человек может, что ему под силу, каковы его духовные возможности. И, так сказать, если человек проникается вот этим, так сказать, ощущением какой-то единённости с Пушкиным, то он этим себя обогащает. И это с ним остаётся на всю последующую жизнь, потому что это запечатлено, это с ним, всё. То есть это, так сказать, жизненный факт, жизненный документ, что ты когда-то был приобщён к великим тайнам высокой поэзии. А Куджаву называют романтиком, наверное, мы его так назовём, потому что он преображает жизнь. Но противопоставлять его реалистам, пожалуй, не станем, потому что чудо преображения в его поэзии того свойства, которое называют обыкновенное. Да, вот обыкновенное чудо. Оно обыкновенное, потому что не показывает жизни лучше, чем она есть на самом деле. И оно чудо, потому что жизнь, так сказать, оказывается, когда читаешь стихи Акуджавы, гораздо лучше, чем мы о ней думали. Да и мы все, люди, человечество, оказываемся выше, добрее, чем мы, так сказать, себя представляли. Особенность поэзии Акуджавы состоит в том, что она глубоко лирическая по своей природе. Она обращена не к одному человеку, а ко всем сразу. И, так сказать, выражает не только мнение поэта, но и, собственно, ощущение каждого человека. Потому что Акуджава чаще всего в стихах говорит «мы», то есть обобщая себя вместе со своими читателями. То есть это умение чувствовать какую-то духовную общность с другими, это человеческое единение, это людская сплоченность. Вот об этом, обо всем он и говорит. Не случайно одно из его стихотворений, ну, естественно, которое тоже стало песней, говорит о том «возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки ей Богу». Ну и, конечно, можно говорить об авторской песне бесконечно. Несколько слов хочу сказать о Юрии Иосифовиче Висборе, так сказать, который литовец по отцу. Он в 1955 году окончил Московский государственный педагогический институт и, собственно, сочинять начал еще в школе. На факультете эта активность его, так сказать, продолжилась. И надо сказать, что он нашел там себе очень много союзников. Не случайно, так сказать, МГПИ, то есть Московский государственный педагогический институт, зачастую расшифровывали как Московский государственный поющий институт. Настолько там было много действительно талантливых людей. В 1962 году Юрий Висбор принимал участие в создании радиостанции «Юность». И его песни походные, геологические, морские, они звучат практически везде и, так сказать, живы, конечно, до сих пор. Например, спасательное судно «Кострома», на котором плавал сам Висбор, благополучно перекочевало в название песни и в рассказ о мужественных морских спасателях. По судну «Кострома» стучит вода, В сетях антенн запуталась звезда, А мы сидим и курим, Мы должны услышать три минуты тишины. Быть может, на каком борту пожар Пробоина в корме острее ножа, А может быть, арктические льды Корабль не выпускают из беды, Но тишина плывет, как ураган. В порядок нам ответил капитан, То лето бьет в антенны, То зима семь баллов бьет по судну «Кострома». Ну и ещё одно знаменитое стихотворение, Ну, конечно, которое и песня, Это после туристического слёта, Всероссийского туристического слёта, Который был посвящён погибшему барду Грушину, А эти слёты до сих пор проводятся, То есть они никуда не делись. И вот, так сказать, Где было много общения, Где было много концертов, Где люди все перезнакомились И, так сказать, прониклись Большим уважением и симпатией друг к другу, Ну вот, собственно, наступило время прощания, И Юрий Висбор создаёт вот такую песню. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены, Тих и печален ручей у янтарной сосны, Пеплом несмелым подёрнулись угли костра, Вот и окончено всё, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, Где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны, Не б разыскать тот ручей у янтарной сосны, Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня, Вдруг у огня ожидают, представьте меня. Милая моя, солнышко лесное, Где, в каких краях встретишься со мною? Ну, солнышко лесное – это сосна. Это сосна, наверное, вы поняли, да, эту метафору, Но одновременно это не только метафора в стихотворении, Это и символ, да, это как эмблема встречи, Это определённая знаковость, Которая сохраняется в памяти И является залогом того, Что эта встреча была не последней, Что полюбившие друг друга люди, Нашедшие новых друзей, Вновь получат возможность с ними встретиться. И, так сказать, многие песни Висбора, Они были, так сказать, на слуху И считались народными. Например, «Ты у меня одна, Словно в году весна, Словно в степи сосна, Нету другой такой, Ни за какой рекой, Ни за туманами, Дальними странами». Эту песню поют в фильме, Который получил название по строчке Из этого стихотворения «Ты у меня одна». Кстати, сам Юрий Висбор Ещё и очень хороший актёр. Он снимался во многих фильмах 60-х, 70-х годов. Ну и, конечно, Говоря об авторской песне, Невозможно не сказать О Владимире Семёновиче Высоцком. Не случайно его называют Олицетворённой совестью народа. Он обличал пороки Нашего, так сказать, Деморализованного общества, Причём без всяких нравоучений. Он просто правильно Расставлял логические акценты. Что плохо, Что нужно презирать. Смыслом является борьба За возвращение абсолютного. Чести, совести, достоинства. Умел болеть общим горем, Нащупать и указать болевые точки общества. Он, конечно, Очень талантливый актёр. Он играл в театре на Таганке. Многие ведущие роли. Он снимался в нескольких фильмах. То есть, как актёр драматический И киноактер, он тоже достаточно известный. Но, конечно, Так сказать, популярность ему Принесли его абсолютно ни на что И ни на кого не похожие песни. Ну, тема войны у него тоже, Так сказать, по-особому звучит. Он, конечно, не был фронтовиком, Как Булат Шаловича Куджава. Он родился только в 1938 году. Но эта тема была ему очень близка. Ну, вот давайте посмотрим на стихотворение «Братские могилы». На братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов И вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, А нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк. Горящие русские хаты, Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, Горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдох, Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, Но разве от этого легче? Здесь, вот как я уже сказала, Он умел болеть общим горем. И почему, собственно, вот такая тема? Потому что лежащим в братских могилах Все равно, стоит ли обелиск или крест. Это трактовка живых. Ведь там не только христиане. В братских могилах люди разных вероисповеданий, И атеисты в том числе. Поэтому все-таки лучше ставить не крест, А какой-то общий памятник, Который был бы действительно достоянием Каждого отдельно взятого человека, Любого вероисповедания, Любой национальности. Поэтому мы видим, что ассоциации человека, Который смотрит на вечный огонь, Он видит вспыхнувший танк, То есть ассоциации, огненные ассоциации. Это горящие русские хаты, Горящий Смоленск, Но все-таки и горящий рейстаг, Знак победы над фашизмом. Ну и, конечно, посмотрите, От прямого значения, Горящий танк, горящие хаты, Горящий Смоленск, К метафоре. Горящее сердце солдата. То есть человека, Который вынес на своих плечах Великую победу. И совершенно неважно, Из какой он, так сказать, страны, Из какой советской республики, Атеист или верующий, Это абсолютно неважно. Он ковал победу, И вечная ему за это благодарность и память. Поэтому, вот если немножко вернуться назад, Смотрите, здесь раньше вставала земля на дыбы, А нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиту. Это действительно участь тех, Кто погребен в братских могилах. О ком приходили извещения, Без вести пропал. Но, к сожалению, далеко не все, так сказать, Захороненные солдаты установлены, Имена их установлены по сей день. И вот у Высоцкого много вот таких тем. Наряду, конечно, и с другими, С обывательщиной, С, так сказать, обличением мещанства, С обличением подлости и пошлости, С легкой иронической насмешкой. То есть у него диапазон колоссальный. Но, так сказать, у нас нет возможности рассмотреть все, Поэтому мы выбираем наиболее такие значимые аспекты его деятельности. Ну и второе стихотворение. Это песня из кинофильма «Вертикаль», Где Высоцкий играет геолога, Который узнал о том, Что надвигается непогода и восхождение опасно. Он об этом ничего не сказал альпинистской группе. Очень сложная психологическая роль. Все песни к этому фильму написал Высоцкий. Ну а это стало очень популярной и одной из тех, Которую действительно считали народной. Если друг оказался вдруг, И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, Парня в горы тяни, рискни, Не бросай одного его, Пусть он в связке с тобой одной, Там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, Если сразу раскис и вниз, Шаг ступил на ледник и снег, Оступился и в крик, Значит, рядом с тобой чужой, Ты его не брони, гони, Вверх таких не берут, И тут про таких не поют. Если ж он не скулил, не ныл, Пусть он хмур был и зол, Но шел, А когда ты упал со скал, Он стонал, но держал, Если шел за тобой, Как в бой, На вершине стоял хмельной, Значит, как на себя самого, Положись на него. Действительно, Посмотрите, как построено стихотворение. В нем три строфы. В первой автор, Ну и, соответственно, лирический герой Предлагает проверку человека, Его истинных качеств горами. То есть горы выступают неким катализатором Истинной сущности человека. Во второй строфе или куплете, Если говорить о песне, Мы видим, что человек не выдержал этих испытаний. Ну что ж, все становится ясно. И вверх к вершине, А мы понимаем вершину, Надеюсь, все это знают, Не только в прямом, То есть покорение горной вершины, Но это и покорение жизненной вершины, То есть в переносном значении. Соответственно, такой человек негодито в попутчике. Ну и завершает, конечно, Жизнеутвердающая надежда на то, Что тех людей из второй строфы, Меньшинство, Что больше таких, Которые с достоинством проходят проверку горами. В этом же кинофильме «Вертикаль» звучит и другая песня Высоцкого, Которая тоже связана с горами и с вечным преодолением. То есть не только опасный подъем, Чисто альпинистский, Но и опасный подъем по жизни, Где зачастую подстерегают опасности. Здесь вам не равнина, Здесь климат иной. Идут лавины одна за одной, И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, Обрыв обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, Кто не рисковал, Тот сам себя не испытал, Пускай внизу он даже звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, Как не тянись, За всю свою счастливую жизнь, Десятая доля таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лен, И не похож на монумент тот камень, Что покой тебе подарил. Как вечным огнем Сверкает льдом Вершина своим изумрудным льдом, Которую ты так и не покорил. Мы рубим ступени, Ни шагу назад, И от напряжения колени дрожат, И сердце готово к вершине Бежать из груди. Весь мир на ладони, Ты счастлив и нем, И только немного завидуешь тем, Другим, У которых вершина еще впереди. Ну что ж, на этом мы с вами Заканчиваем наш разговор. Я надеюсь, что все ваши вершины У вас впереди И обязательно будут взяты. Я желаю вам удачи И, естественно, Чтобы все планы сбылись. Если есть вопросы, пожалуйста. Моё любимое стихотворение Бродского Это в Петербург, Когда он говорит, Что на Васильевский остров Я приду умирать. А вообще трудно, конечно, Выделить какое-то одно стихотворение, Потому что поэт очень самобытный, Не все воспринимается Однозначно и одинаково, Но без интереса читать его стихи невозможно. Хотя подчас трудно. Ну что же, я с вами прощаюсь. Еще раз всем удачи и здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok